Числу побед этой семьи нет предела. Юные борцы Читы Ермаковых привезли домой с крупного турнира сразу семь медалей. Пять золотых и две бронзовых. И это на троих. Как говорит глава семьи Юрий, если бы был кубок за самую короткую схватку или лучшую технику, его сыну Арсению и вовсе не оказалось бы равных. Сургутские спортсмены покорили всех на открытом турнире по спортивной борьбе грэплинг и грэппинг ги в Тюмени. И, кстати, на днях пополнили копилку наград медалями чемпионата, который завершился в Москве. Виталий Торопов встретился с династией Ермаковых. Толкаешь, передаешь за головой. Теперь отсюда. Разворачивай на бок. Руки в замок, все, начинаешь затаскивать. И заспал. Отлично в зале, отлично и на ринге. Тренер юных представителей известной в Сургуте и далеко за его пределами семьи Ермаковых радуется любым победам своих воспитанников. А кого, говорит, гордость не возьмет, что не соревнования, то целый набор медалей. Приятно, что ребята показывают такой уровень на всех турнирах. То есть нас знают, как бы наш клуб, нашу команду знают на многих уровнях по всей России. То есть все, как многие осознают, что если видят по сетке, допустим, что команда за Артим Сургут, что это с легкой схватки не будет. Это касается и девятилетней Алисы Ермаковой, которая за четыре года упорных тренировок и выступлений уже давно сбилась со счета своих медалей. Да и тесно им становится на домашней доске достижений. Пора вторую приколачивать. Признается, что хочется хотя бы недельку отдохнуть. Но папа не разрешает. Я так говорю, устал отдохнуть, но ты никогда не станешь чемпионом, понимаете. Поэтому какой устал. Надо пахать, надо работать. Я своим тогда любим показываю. Я вот тренируюсь, тут занимаюсь. Две недели назад копилка Алисы пополнилась золотом с открытого чемпионата Тюмени по грэплингу. В школе, говорит чемпионка, ее победам одноклассники почему-то особо не радуются. Но парни уважают, ведь выбора-то нет. Ну, у меня не все знают в классе, что я занимаюсь. Это тайна? Нет. Просто некоторые знают, некоторые нет. Они, конечно, иногда могут там завояться. Если вдруг они меня как-то обидят. Они об этом пожалеют? Да. Особая гордость папы – это сын Арсений. Пять медалей только за один турнир в Тюмени. Четыре золота и одна бронза. Последняя награда 12-летнему борцу досталась за поединок с оппонентом, который на 10 килограммов тяжелее и на 4 года старше. Число завоеванных мальчиком медалей уже превышает количество отцовских наград. Кстати, спортивная семья буквально на днях вернулась из Москвы с очередного чемпионата. Это был московский чемпионат, называется рок-н-роллинг. Там и привез золото и серебро. Тяжело удались? Да, было сложно. Догоняет семью и племянник Юрий, который влился в дружную команду Ермаковых. Бронза – тоже результат. Но особые надежды глава семейства борцов возлагает на самого юного члена семьи – Паулину, которая с четырех лет с неимоверным желанием и легкостью начала осваивать грэплинг и джиу-джитсу. Так что, то ли еще будет. Виталий Туропов, Денис Зонов, Сургут Интерновости.